Пушкинский день Сонце день чудесный или унылая пора, а чей очарование? Мы подходим к зеркалу с фразой «Яль на свете всех милее», а уж любимая сказка всех детей начинается со слов. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе толк. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, направо пес заводит, налево сказки говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, она в неведанных дорожках, следы неведанных, зырей там чудеса. Центральная библиотека имени Горького собрала сегодня под тенью каштанов ребят из 24-й школы. Они не только показали, насколько хорошо знают творчество Пушкина, ответив на вопросы викторины, но и сами прочитали его известные сказки. А многочисленные горожане теперь могут, прогуливаясь по центральной улице города, почитать свежую периодическую прессу, полистать томик любимых стихов, отметить день рождения знаменитого писателя или поэта, ведь библиотека раскрыла для них летний читальный зал. Сегодня необыкновенный день, день рождения нашего великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Каждый из жителей планеты мечтает, чтобы это был их национальный поэт, но мы все-таки с гордостью заявляем, что он русский поэт. Неоценимый вклад его, вы знаете, наверное, уже по достоинству оценили все народы мира. То, что написал он, это вечно. И вот то, что мы сейчас отмечаем, этот праздник, и сегодня присутствовали ребята, знаете, это просто здорово. Русская культура, это прежде всего Пушкин, его великое творение, его сказки, проза, все это необыкновенно. Воспринимается всеми ребятами и взрослыми. Пушкинский день России 6 июня – важнейшая дата в истории русской культуры и литературы. А для Центральной детской библиотеки он имеет вдвойне особое значение, ведь библиотека названа в честь нашего величайшего поэта, напоминая всем детям о том, что означает творческое наследие Пушкина для нашего города, России и для мировой культуры в целом. Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая по старому стилю. 6 июня – это был четверг, в день Вознесения Господня. И дату своего рождения он всегда связывал с этим православным праздником. Считал, что дата, этот праздник, принесет ему счастье в жизни. И действительно, он был счастливым человеком, гениальным поэтом, солнцем русской поэзии. Творчество русского поэта остается современным, как и много лет назад. В стихах Пушкина описаны самые тонкие и сложные душевные переживания. И это особенно важно для сегодняшней молодежи, живущей в этом быстротечном мире, не умеющей увидеть красоту окружающей природы и оценить множественные оттенки чувств, свойственных человеческой любви. Каждый возраст, как и 200 лет назад, найдет в творчестве Пушкина для себя что-то новое и пронесет это светлое знание через всю жизнь. И я там был, и мед я пил, у моря ведет туб зеленый, под ним сидел и кот ученый своим мне сказки говорил.